Власти Кыргызстана инициировали два закона, связанные с работой СМИ. И, насколько я понимаю, они довольно похожи. Буквально на идее пять отличий, и это будет довольно сложно. Первые поправки это связаны с защитой от клеветы, а вторые с защитой от ложной информации. В чем вообще их отличия, если они есть, эти отличия? И в чем суть этих законопроектов, этих поправок? Здравствуйте. Ну, отличия все-таки есть. Одно про клевету, а второе про ложную информацию. Да, если говорить, скажем, о первой поправке, это о клевете и оскорблении, то я, наверное, немножко такой экскурс в историю. В свое время, в 2010 году, с принятием новой Конституции, клевета и оскорбления были декриминализированы. То есть, согласно нашей действующей Конституции, нельзя привлекать к уголовной ответственности за порочащие, либо оскорбительные, скажем, какие-то выражения. Вот тут, скажем так, инициаторы нашли якобы лазейку и предлагают не в уголовный кодекс, а в кодекс о правонарушениях. Но нужно сказать, что сам кодекс о правонарушениях – это кодекс, раньше он назывался кодекс об административных правонарушениях, это некая такая, скажем, составляющая именно того кодекса. И сам вот этот закон, он предусматривает все-таки вопрос публичных отношений, то есть, где нету, скажем, какого-то заявительного характера. И вот, скажем, абсурдность данных поправок, она именно вот в этом, в том, что у человека, которого, скажем, опорочили, либо оскорбили, у него, получается, по сути, нет автономии воли. То есть, потому что составляется протокол, а по тому, что мы видим, скажем, из самих поправок, там не предусматривается никакого заявительного характера. И даже, скажем, если говорить, скажем, о том, что указано, скажем, в справке обоснования говорится о том, что там все-таки он будет заявительный характер, то, наверное, нужно сказать о том, что это от лукавого. Почему? Потому как, какая, скажем, да, какой резон, какой интерес подавать человеку, которого, скажем, опорочили, подавать в выполномоченный орган, чтобы оштрафовали кого-то, и этот штраф ушел в загажник государства. Не человеку, которого оскорбили. Да, то есть, какая сатисфакция. То есть, если мы говорим в чистом виде, скажем, да, о защите чести, достоинства, деловой репутации в гражданском кодексе, то в первую очередь гражданин, чьи, скажем, да, права нарушены, он требует именно опровержения. То есть, самое главное, опровержение, потом моральный вред. И опять же, моральный вред – это вопросы, скажем, гражданского порядка. То есть, определенная сатисфакция, компенсация, он указывает, сколько он считает нужным включить, да, какую сумму. Всего этого нету. И это невозможно преодолеть через кодекс о правонарушениях. Хотя в свое время, скажем, через уголовное, это можно было сделать, в рамках уголовного дела можно было подать, заявить гражданский иск. И суд мог рассмотреть вначале, скажем, да, решить дело с клеветой, либо оскорблением в части, скажем, да, уголовного наказания. И тут же потом рассмотреть гражданский иск уже по моральному вреду, если будет, ну, скажем, да, установлено, что то или иное лицо опорочили. Ну, это вот мы говорим про клевету. А про поправки, касающиеся защиты от ложной информации. Вот в чем оно и отличие. Да, вот вы правильно заметили, наверное, что, ну, опять же, да, то, что они очень схожи, но в той же, скажем, клевете, она, в принципе, взята из той старой нормы. Там весь квалифицирующий признак, он четко расписан, признак заведомости, что обязательно должны быть опорочены, да, то или иное лицо, то есть и несоответствуют действительности. То есть признак обязательно, да, то есть лицо должно быть опорочено, то есть порочащие сведения, и несоответствующие действительности. То есть вот два признака. И признак заведомости, то есть это вот о клевете. То есть заведомо, когда мы говорим, что человек это делал с прямым умыслом, то есть не просто, скажем, да, знал о том, что это неправда, но и хотел наступление вот этих последствий, зная, что это неправда, он это не... И это нужно доказывать, доказывать, что был прямой умысел, а не была ошибка, а не было то, что мы говорим, ввели в заблуждение. Такое тоже может быть. Как чек проводить. Да, то есть вот. А вот эта вторая норма, вот как раз-таки она вот и звучит немножко, скажем так, а сказали, а б нет. То есть это предусматривает ответственность за объявление, распространение ложных, вводящих в заблуждение или ошибочных сведений. И опять же тут говорится о СМИ, в сети интернета и так далее. И вот тут вот вопрос о том, что за ошибку привлекать к, скажем, да... За ошибку другого привлекать? Да, возможно, за чью-то ошибку. Опять же здесь вопрос о том, что нету вот этой, нету квалифицирующего признака, еще одного, то есть насчет кого, каких сведений. Вот говорится о сведениях, это сведения о каких-то лицах физических, юридических, либо это о каких-то, скажем, фактах, которые были, да, скажем, исторических, о каких-то событиях, о которых тоже может человек ошибаться. То есть оно может быть ошибочно. Потому что и мнений много может быть. То есть мы говорим, скажем, о двух-трех мнениях, оказывается, есть еще третий и четвертый. И поэтому абсурдность вот этой нормы в том, что она просто недосказана. То есть не может быть привлекаться к ответственности человек только за неправду. Вот неправда оказалась, да. То есть мы даже говорим такие понятия, как есть достоверность, вот слово достоверность, достойная вера. Понимаете, да, достойная вера. То есть можно верить или нет. Есть понятие соответствия действительности. Иногда их одинаково интерпретируют, хотя совсем разные уже понятия. Достойная вера – это одно, соответствует действительности – факт. И вот тут мы говорим о соответствии действительности или нет, о достоверности или нет, но насколько это кого-то порочит, то есть какая-то ошибка. К примеру, мы говорим о том, что произошла какая-то, скажем, большая автомобильная катастрофа, да. И пишут о том, что там погибло, скажем, 10 человек. Потом выясняется, что погибло 5 человек. Но кому, скажем, принесла эта информация, а это ошибка, какой-то вред, да никому. То есть всегда должны быть последствия. Если нет последствий каких-то для кого-то, лицо не должно нести ответственность. Мы всегда говорим о том, что о последствиях. То есть поэтому, скажем, в той же клевете, о которой мы говорили раньше, где четкая диспозиция есть, там есть ложность и есть порочность. Есть лицо, которое будет заявлять и говорить о том, что мои права нарушены. Это вот мы говорим об вот этой автономии воли, о заявительном характере. То есть, опять же, здесь человек должен заявить о том, что она ложная и не просто ложная. Что значит ложная? Мы можем перепутать фамилию, имя, отчество человека. Можем перепутать год рождения. Иногда даже, скажем, можем написать про, скажем, человека мужского рода, что это женщина, да, ошибочно. Написать. Ну, допустим, особенно если фамилия какая-нибудь иностранная. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Порочит это или нет, каждый человек должен сам решать. И в первом и во втором случае мы всегда говорим об автономии воли. Обязательно должен быть заявительный характер. И опять же вопрос, если это неправда, опять же, человек должен всегда говорить о том, что нужно восстановить это. То есть, здесь нет ни в первом, ни во втором случае нет инструментов сатисфакции. То есть, когда мы говорим о гражданском кодексе, в первом, во главе угла стоит именно, и стоит именно доброе имя, стоит именно репутация. То есть, самое главное во всех вот этих, скажем, информационных спорах, в первую очередь, это репутация. Это доброе имя. А потом уже, наверное, моральный вред, который можно было бы заявить, но никак не в рамках вот этих поправок. То есть, будет решать, что есть правда, что не правда, а некое министерство правды? Да, получается, уполномоченный орган. И вот тут вопрос, как это будет происходить? Как это будет работать? Да, это будет что? Опять, скажем, мониторинг. То есть, кто-то отслеживает весь негатив, скажем, который есть. То есть, мы понимаем, что есть, скажем, позитивная информация, негативная и нейтральная. Есть просто критическая информация. Совершенно верно. Есть критическая информация. То есть, ну, даже просто мы их, если поделить, скажем, да, на негатив, позитив и нейтральную информацию, то ее можно все-таки, да, как-то вычленить. То есть, какой-то человек сядет на негатив, скажем, да, и оттуда будет все это черпать и составлять протокол. То есть, абсурд, по-моему, абсурд. То есть, цель какова, да? То есть, и вот тот вопрос, когда мы говорим о цели инициатов, наверное, это вот, опять же, тот же выборочный подход. Опять же, этот вопрос к тем, кто критикует, скажем, да, и власти, и государственные органы. И, соответственно, опять же, пойдет выборочный подход, как это делается с законом о недостоверной, ложной информации. Ну, мы его называем о фейках. На самом деле, ни с какими фейками... Кулешата Солбаевой. Да, ни с какими фейками, вот, как мы поняли, он не борется. То есть, под него попали, ну, в первую очередь, самые большие, настоящие, реальные оппозиционные средства массовой информации. Но, последнее слово, скажем, да, все-таки, за парламентом. То есть, насколько они все это обработают, проанализируют и будут принимать решения, мы посмотрим. Ну, и сумма финансового наказания от 100 до 200 тысяч, 100 тысяч это для физлиц, да, 200 тысяч для юрлиц, она как-то странно выглядит в случае, если инициаторы, мало ли, говорят о рядовых гражданах. Да, это вот противоречит как раз-таки 31-й статье действующего кодекса, да, о правонарушениях, где четко сказано, что сумма штрафа с физического лица не должна превышать 20 тысяч. Там в показателях указано, но я уже перевожу на четкую сумму. То есть, предел 20 тысяч сумм. Но, есть оговорка, там, по-моему, если я не ошибаюсь, три статьи есть, штраф за который может превышать эту сумму. Но все они, эти три статьи, всего лишь, скажем, да, из всего кодекса, это статьи, которые относятся к финансовым нарушениям, это вопросы к тем правонарушителям, которые работали, скажем, должностные лица в предпринимательской деятельности. То есть, вопрос деклараций, таможенных каких-то вещей и так далее. То есть, это все фискальное, то есть, это все, скажем, именно связано с финансами. И поэтому законодатель предусмотрел вот эти три нормы. Хорошо, скажем, да, наш инициатор может туда включить вот эту, скажем, и 109-ю, и клевету и оскорбление. Но в справке обоснования тогда должно быть обоснование того, почему это делается, почему именно за это правонарушение вот такой большой штраф должен быть. Он, по сути, приравнен к штрафам в Уголовном кодексе. То есть, за уголовную ответственность по статье, к примеру, возбуждение вражды 330-е предусматривается 100 тысяч сумов. То есть, и за это правонарушение предусматривают тоже. То есть, это неправильно. То есть, в свое время, почему законодатель указал в 31-й норме, и вообще он обязательно дает ссылку о том, какова должна быть соразмерность. То есть, не должен человек, который совершил правонарушение, то есть, не преступление, скажем, лишиться месячного всего дохода. То есть, это исходит из того, почему 20 тысяч? Это исходится из среднемесячной заработной платы, которая установлена в Крыгойской республике. 35 тысяч. Да. Поэтому невозможно, нельзя, чтобы человек, скажем, должен был, может быть, оштрафован к 100 тысячам. Это получается, он без заработной платы, выплачивая это, должен находиться 3 месяца. То есть, это не соразмерность. Это принцип соразмерности, он здесь отсутствует. И мы просто видим, что инициаторы законопроекта, вот, прямо написали сперва, а потом подумали. А потом во все это смотрят, видят, что, да, эта инициатива, она неразумная, вот именно неразумная. Когда мы говорим о принципе разумности, справедливости, он несправедлив и неразумен. Ну вот они же упирают на то, что это все мало того, что разумно, еще и справедливо, это продиктовано заботой населения для защиты от фейковой информации, от, то же самое, от клеветы, от всего этого негатива, да, и вроде как это для защиты населения. Но получается, что мало того, что, ну, какие-то рядовые пользователи в фейсбуке, да, в соцсети могут попасть под действие, все могут попасть, так и журналистское сообщество. То есть почему журналистское сообщество выступает против вот этих вот поправок? Я надеюсь, что все-таки это не пройдет через наш парламент, потому что все-таки я так думаю, что депутаты все-таки задумаются о том, что мы все надеемся, ну, потому что настолько он абсурден, он, если бы у нас был какой-то правовой вакуум, да, можно было говорить, но мы же видим, у нас правоприменительная практика, скажем, в том же гражданском порядке очень много исков, то есть можно обжаловать и, скажем, да, любую статью в соцсетях, то есть, конечно, если это не фейковый аккаунт какой-то, да, это реальный человек, то есть и суды выносят, да, адекватные, нормальные, соответствующие решения. То есть есть механизмы для борьбы с, если вас кто-то оскорбил, можно пойти в суд и все нормально это работает. Конечно, конечно, то есть по большому счету можно идти в суд и требовать именно компенсации, да, компенсации, именно, да, именно самое же главное все-таки, когда распространяются какие-то ложные сведения, которые кого-то порочат, почему мы говорим все-таки вот этот признак порочащий, он для всех важен, потому что бывает, скажем, да, какая-то неправда, да, скажем, о ком-то, но она бывает не порочна, то есть информация, скажем, была некорректная какая-то, то есть не совсем точная. И, конечно, никто не собирается идти сразу в суд. Очень много, скажем, каких-то информационных споров решается именно до суда, когда они обращаются, скажем, к тем же, да, распространителям информации, и все решается полюбовно, если это техническая ошибка. На моей практике очень много людей не стали обращаться в суд, когда, скажем, распространители сказали, все, да, мы уберем, либо давали, скажем, слово ему, то есть, да, мы давали площадку, и человек объяснял, да, свою позицию, и все, и никаких судов не было. Поэтому вот в этих двух поправках, я же еще раз хочу сказать, что нет вопросов и примирения, то есть тут абсолютно карательный метод, односторонний, карательный метод, где, скажем, через протокол, ты потом только можешь уже судиться с этим протоколом, то есть если ты не согласен с решением и так далее. Но это совсем уже другой метод. А, скажем, вот этот гражданско-правовой порядок, вот где можно, скажем, да, и восстановить доброе имя, и получить компенсацию морального ряда, он есть, он работает, и непонятно почему, об этом никто не говорит. Ну, мы говорим, что есть механизмы. Да, я имею в виду все-таки... Я так понимаю, знаете, вот если есть механизмы, которые уже работают, и можно все это делать, да, но при этом есть закон Гульшат Асалбаева, да, согласно которому можно закрывать сайты... Блокировать. Да, блокировать можно. А теперь вводятся вот эти поправки, чтобы не только можно было блокировать, но чтобы еще можно было финансово наказывать, не только наказывать. И человеку нужно будет выплачивать, редакциям нужно будет выплачивать, потому что юрлицы, это же редакции, 200 тысяч сомов, и тоже, в принципе, сумма по меркам Кыргызстана не так, чтобы маленькая. Сумма большая, конечно. Сумма большая, это раз. А потом, здесь еще такой фактор есть. Если, скажем, протокол составляется, это, по сути, в одностороннем порядке то или иное лицо уже признано, скажем, виновным в правонарушении. И это уже тоже такой ярлык. То есть вопрос того, что, скажем, да, некая, скажем, обструкция, да, или как, я не знаю, допустим, того или иного лица, очернение, оно тоже может пойти. Опять же, все будут говорить, вот, оказывается, вот он клеветник. А при этом, по большому счету, не было никакой состязательности. То есть, если информация, если кто-то кого-то оскорбил, считает, да, опять же, иногда по данным информационным спорам иногда приходится привлекать специалистов, специалистов, лингвистов, может быть, каких-то других, может, я не знаю, назначать даже фоноскопическую экспертизу, да, то есть вопрос о том, что то лицо говорило или не то. Допустим, кто-то откажется и скажет, это не я, скажем, если это будет, скажем, к примеру, информация на аудионосителях. То есть, очень много моментов, которые абсолютно не учтены здесь. То есть, никто не подумал о том, как пойдет практика. А, скорее всего, опять же, все это, наверное, пойдет примерно так, как работает вот закон о заведомо ложных, да, сообщениях, ложной информации. То есть, через государственный аппарат все это продавится, и без заявлений, без реальных, скажем, да, лиц, на которых, которые считают себя ущемлены, вот начнут составлять протоколы. Давайте представим, что депутаты все же приняли эти поправки. Президент подписал принятые все эти поправки. Что в таком случае произойдет со СМИ Кыргызстана с доступом к альтернативной информации и вообще к самим населениям, что произойдет, которое привыкло обращаться в те СМИ, в негосударственные СМИ, когда нужно защитить свои какие-то права? Сложно сказать, как начнется эта практика правоприменительная. Я думаю, все-таки ее не будет. Но, коли она будет, я так думаю, что включится большая такая самоцензура, опять же. То есть, многие средства массовой информации опять же будут думать, стоит ли, не стоит. но суть-то в чем? В том, что с принятием вот этих норм, на мой взгляд, для, не только, скажем, для СМИ, мы же говорим тут, и сеть интернет, на остальных сайтах, то есть, все их и вся. Конечно, опять же, возможно, уменьшится, да, скажем, критичных материалов, каких-то расследований и так далее. Каждый подумает о том, что, ну, стоит ли это делать или нет. То есть, те, кто добросовестно выполнял обычные свои функциональные обязанности по доступу информации населения. Ну, и последний вопрос. Коли уж говорят, что нам нужно защищать себя от дезинформации. На самом деле, в информационном поле немало можно встретить информации, которая противоречит действительности или вызывает какие-то вопросы, да, может быть, воспринято как оскорбительное. Если вот эти поправки такие абсурдные, да, и вот такие, то как нам себя защищать от дезинформации, от фейков? Может быть, что нужно делать? Ну, вот вы знаете, опять же, если говорить о клевете, вообще, клевета и оскорбления, они никогда не были, скажем, такими уж рабочими статьями раньше. То есть, все-таки доказывать вот этот признак заведомости было сложно. То есть, что человек знал, желал и так далее. оскорбления, скажем, в средствах массовой информации, но их почти не было. То есть, я не помню даже, именно, вот лично я ни разу не участвовал в делах, вот за свои 20 лет, скажем, ни разу я не участвовал именно по оскорблению, чтобы это было в средствах массовой информации. То есть, мы видели, когда жаловались, скажем, были жалобы на пользователей соцсетей, тоже попозже, но традиционные средства массовой информации никогда себе такого не позволяли. То есть, это понятно. И я к тому, что, может быть, сами СМИ являются эффективным борцом с дезинформацией и фейками, если СМИ более-менее свободные. Нет, конечно, скажем так, что наши средства массовой информации именно, наверное, тем и сильны в большинстве своем, когда происходят, скажем, какие-то локальные конфликты, к примеру, именно средства массовой информации в большинстве своем развенчивали, скажем, те или иные фейки, те или иные, скажем, ту или иную неправдивую информацию. И, ну, опять же, мы видим сейчас, да, вот, что со стороны государства идет просто такой напор, на независимые средства массовой информации. То есть, это тот же законопроект о средствах массовой информации, который уже два года обсуждается, то есть, уже и в парламенте был, и вернули его опять. То есть, но получается, да, вот, медиа-сообщество, мы по большому счету занимаемся тем, что вот уже несколько, скажем, да, лет отбиваем те или иные законопроекты, очень много тратим времени именно на то, чтобы объяснять государству, властям, депутатам, различным ветвям, государственным органам, что это неправильно, что так не должно быть, что без, скажем, да, плюрализма, без независимых средств массовой информации не построить демократию, что это невозможно, априори, что это как аксиома, да, что независимые СМИ это не враг, а помощник. Конечно, да, то есть, как только ты зачестишь это поле, ну, это же понятно, это уже история, да, то есть, это, я абсолютно не говорю ничего нового, то есть, это, любая власть бронзовеет с первого, да, потом просто уходит уже в такое, в автократию и дальше хуже. Поэтому, без, скажем, да, критики, без того, что если не будут говорить о том, что где нехорошо и где что хромает, я так думаю, мы и будем как минимум топтаться на месте.